на такую бессмысленную жестокость. На родине все идет хуже и хуже, и ужасы без конца, и без всякого смысла. В 1918 году, после долгих уговоров и хлопот, королеву-мать Ольгу удалось вывезти датским поездом Красного Креста в Швейцарию, в Люцерн. Но судьба не была к ней благосклонна. Много переживаний принесло ей вынужденное отречение ее сына, короля Греции Константина I. Она продолжала терять своих близких, самых юных и нежно любимых. В октябре 1920 года умирает ее внук, король Александр. Королеве Ольге удается приехать на несколько месяцев в Грецию, и в период между смертью Александра и воцарением Константина она была объявлена парламентом Греции правительницей государства с титулом королева-мать и правительницы. Но хитросплетение политики, войн и других бедствий привели к очередному кризису, и королева Ольга покинула Грецию на этот раз навсегда. Ей пришлось жить в разных странах – во Франции, Англии, Баварии, в немецких княжествах. Своё последнее пристанище она обрела в Риме у своего младшего сына Христофора. Ольга Константиновна была горда и щепетильна, ей случалось жить и в пышной роскоши, и в самой ужасной нищете. Она стремилась сохранить как можно дольше свою независимость и самостоятельность, но годы и болезни брали свое. Младший сын, принц Христофор, окружил свою матушку заботливым уходом и вниманием. Из Афин были выписаны ее любимые вещи, фотографии близких и православные иконы, которым она молилась до конца своих дней. В любых испытаниях она оставалась сама собой, с твердым характером, непоколебимой верой в Бога и любовью к своим близким. 29 декабря 1922 года в Риме скончался ее сын, король Константин I. В ноябре 1925 года ушла из жизни одна из трех царственных сестер, королева английская Александра. Мария Федоровна и Ольга Константиновна тайно выехали в Лондон, чтобы проститься с нею. Великобритания уже признала к тому времени Советскую Россию и косо поглядывала на изгнанниц, имеющих отношение к погибшей Российской империи. Ольга Константиновна продолжала вести оживленную переписку с вдовствующей императрицей Марии Федоровной, которая жила в Дании. Им было что сказать друг другу. Обе потеряли близких, обе пережили своих мужей, детей, внуков, что может быть ужаснее. Ольга осталась верным другом и наперстницей всех горестных тайн Марии Федоровны. Именно ей написала императрица письмо, видимо, опасаясь, что уйдет из жизни раньше королевы Ольги, и никто не узнает и не почтит ее последней воли. Милая моя, Оленька, Последние годы посещают меня странные, но твердые мысли. Если Господу будет угодно завершить мои дни на этой земле, то я никогда бы не хотела, чтобы мой дух и прах посетили землю, на которой совершено преступление против моих дорогих и любимых. В Риме в пятницу 19 июня 1926 года Ее Величество Королева Эллинов Ольга Константиновна тихо скончалась под шум дождя, оплаканная природой и своими детьми. Закончился земной путь королевы Ольги. Она умерла далеко от России, под прекрасным, но неродным небом, под плеск и лепет чужого дождя. До последней минуты, тоскуя о России и о Греции, двух странах, равных ей близких. И жизнь, и смерть, и бессмертие королевы Ольги доказывают нам, что история, хоть и не скоро, освобождает правду от временной шелухи, ото лжи, заблуждений, идеологических предрассудков. Королева Ольга вернулась в Россию. Сбылось то, чего она так желала, что предвещала в последние минуты своего земного существования, о чем молила Господа. Ее душа вернулась в этом фильме и говорит с нами, и благословляет нас, и утешает. Мы лишь чуть-чуть приоткрыли завесу забвения, бережно стерли пыль со старых фотографий, писем, дневников, кинохроники. Смерть Ольги Константиновны стала тяжелейшим ударом для вдовствующей императрицы Марии Федоровны. Она так и не смогла оправиться от него и пережила свою царственную сестру ненадолго. Умерла она 13 октября 1928 года в Копенгагене. Мария Федоровна похоронена в королевской усыпальнице кафедрального собора в датском городе Роскилле. А королева Ольга была временно погребена в православной церкви во Флоренции. Только 10 лет спустя, в 1936 году, когда в Греции произошло восстановление монархии и на престол вернулся Георг II, прах королевы Ольги, короля Константина и его супруги были торжественно со всеми почестями перевезены в Грецию на корабле к месту их вечного упокоения. Королева Ольга ушла из этого мира, туда, где нет ни печали, ни воздыхания, но осталась в памяти своих детей и внуков. А ныне ее многочисленные потомки породнились со всеми правящими европейскими монархиями в Великобритании, Испании, Дании, Швеции, Норвегии. Мы надеемся, они помнят, что в их жилах течет ее благородная кровь. Королева Ольга завещала своим потомкам беззаветно любить свой народ, охранять свою честь, чтить великую историю. Каждому дарован выбор, прожить ли свою жизнь в суете и погоне за удовольствиями, чтобы в последний миг ужаснуться бессмыслице своего существования. или посвятить свою жизнь высокой цели, сделать то, что останется людям, а в конце пути сказать «Жизнь прожита не напрасно». Королева Ольга имела право сказать эти простые слова.